Сто храм слоя влезет. Наверное, надо сначала до острости. И наваять вот этого сока никогда не ваяла, точнее ваяла, но давно. Может его помыть надо было? Может и не надо? Тогда было бы как-то делаться. Наверное, другую тарелку надо было сделать. Считайте, что это АСМР. Я даже говорю тихо. Наверное, все-таки надо... О, тут натекло. Сюда тогда пока полону. Где-то у меня прибыл шприцик. Надеюсь. Я хочу тина поднять. Прополис. Не совсем АСМР громкий звук. А шприцик это и немало. Печаль-то какая. Прямо в другом месте он есть. Маша, сейчас что-нибудь приду. Может пинцетиком пока поорудовать как-нибудь. Так как вариант. Сейчас дело не пойдет. Я забыла, надо было в интернете делать как-то делаться. А потом из застатков. Соберем что-нибудь. Я даже забыла, как я сама это делала. Но я очень давно собиралась. Так, немножко подавим. Потом из застатков сварим что-нибудь. Зелье. Здесь вообще нифига нет. Ну пахнет он конечно. Тотовое. Так. Так. Вот так. Наверное, она сразу в кастрюльку в каком-нибудь зафилячит. Я как-то не помню, есть ли у меня какая-то кастрюлька. О, есть кастрюлька. Я даже вырезать особо ничего не могу. Такой своеобразный год потом бытия. А крокодильчики. Я не могу. 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 Я могу. И это почти получается. Если получится совсем беседше, я это не буду показывать. Вам можно, наверное, соковыжималки, но ее собирать надо, доставать и вообще как-то не представляю, как мне что-то делать, так и такое подобное. Пусть пора надо так хотеть, но... Ой блин! Угу. 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 Потом всё равно это как-то отсаживать надо будет. Тише, по-моему, прифигел. Ой, блин. Сейчас продумала с мясорубкой, наверное, своего рода сока выжимала. Из мяса. Лейшу из чего. Что вообще в мясорубке делают? Ой. Нету штуки, на которую наклепилась. Увидела бабуся, у неё сегодня, кстати, день варенья. Что я делаю с её мясорубкой? Что оттуда вообще льётся чё-нибудь? Или я до конца эту штуку закрутил? Или это придётся потом выливать? Придётся хоть жуть. Блин. Во! Она как полетится. Чую, вот самое пупобольное видео, наверное. Особенно за тех, кто ее использует по назначению. Просто я вспомнила, как я это вручную делала в свое время. Все-таки это будет геморно. Сок-то идет, но реально потом протежу его. Называлось СМР, типа, громкость прибавила на своем дулусе. Я нашла применение мясорубки. Мне что-то казалось, что ему варить надо. Ой, штука слетела. Ничего, вы что пережили этот самый видос с роллами и супом из консервы? Ну что, не переживаю. Пусть земля будет и пыла. Ну, тут тоже соку на эти кусочек. Ну, тут тоже соку на эти кусочек. Кот с таким интересом подзирает на весь этот... Не знаю, как это назвать. Здесь-то? Я, пожалуй, когда из следующих даже давить не буду пытаться. А сразу выфигайте сюда. Слушай, мне что-то даже нравится. Это здесь-то. О, ножницы-то тут. Ножницы-ножницы. Ножницы-то тут. Ой, что-то уполова. Продолжение следует... 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 Сейчас опять придется снимать. Опять эта штука хрен знает куда закрутилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может тогда ее и не закручивать? Сейчас поймешь в какую сторону она откручивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто-то куда-то зарезает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У меня петля таручка отварила Смотрите, последнее мистик. Да, Неса, как-то не повезло тебя с хозяином. Вот, процесс пошел полегче. Все угрожает. Ну, более-менее все. В крайней мере, больше ничего никуда не идет. Это называется процеди меня. Ну, можно там какой-нибудь тазик засунуть. Чем это? А, вот этим, наверное, можно. Вообще нам этого сока много. Ну, мы его куда-нибудь перебиваем. У нас там есть какой-то тоник. Спиртовой можно смотреть, сочетается ли и смешать. Как-то баночками у меня на пять. Да, шприца, блин, нету. И воронки. В ней когда-то был мед с коломенской ярмарки. В общем, вот он у нас пока время на холодинке стоит. Так, и теперь нам надо, что нам надо? Нам надо вот это. А, блин, крепкий. Холодно же дома. Вот пока было тепло, руки не доходили. Масло, масло. Не вздумай никуда удирать. Я же хотя еще такое возьму. Спасибо, Диле. Дорогой подписчица подарила. И так как она у нас потом нагреется, я думаю, эту луночку мы там и делаем. Масло. Масло можно в колухо тереть. Так, усиком сразу запаху. Науковые запахи не чуете, товарищи зрители. Удняется. Удняется. Ну, я думаю, у нас тут. Ну, газета. Грубо говоря, для столовой хлопки, наверное. Сухого масла. Твердого. Не сказать сухого. Твердого. Не сказать сухого. Грубо говоря. Грубо говоря. Могустины. Грубо говоря, вещей немножко сухого. open. И заливаем на крыло. Стелу гуру в полойке. Теперь все это перемешать. В принципе можно и миксером взбить. Возьмем. 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 11 грамм, а я подумала больше. Надеюсь оно растопится, похоже на эту, на как я там ирисочку. Ну пока на сколько там, 80 секунд поставим. Волан дурит шоуфей на рынку. В принципе шоуфей он может и чайное дерево заменить, но так как у меня мята, если есть, то неизвестно где, тут классический вариант свой первый делаю с чайным деревом и лавандой. Чайного дерева надо будет в два раза больше, в общем, два к одному. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Увеличу время. По-моему, я туда вложила столовую ложку этого самого, дотапливала. Вообще там какая-то хрюк плавает. Видимо то, что не до конца растворилось. Ну, плюс-минус полграмма погоду не сделает. Думаю, тут столовая ложка как раз есть. Добро пожаловать. Суна пока поставим. Еще там было два эксперимента, я тоже их говно хотела сделать, потому что я собралась, то надо сделать все сразу в одно место. Еще какая-то фигня завалялась, надо ее выловить всяким мусор, нам надо пить и мусор. Ну и можно теперь размешать, чтобы на ручке было не зря было, не когда было попадать. Теперь мы начало чайное дерево, я думаю 20 капель. Продолжение следует... 20 капель чайного дерева и 10 капель лаванды и смешаем это счастье как жаль вы не чуете запах это мы снова помоем а вот это у нас подостынет а потом я убираю мородилку ну и после всего я покажу уже как оно выглядело оно уже застывать начинает пока я шарахал ось как чего нибудь оно у меня практически застыло или это мне кажется или там действительно такой рисунок как сотый в общем если их вижу не только я значит это не галюны тут же если что мой фейс не важен да у меня тут есть коробочка с тенями max factor от насти за редкой один раз я их пользовала но так как тенями я как бы не пользуюсь вообще очень редкой ну и тут цвет такой в общем хотите заплаканные глаза вот вам подойдет но в общем тенями я не пользуюсь после вскрытия они живут 36 месяцев срок годности хрен его знает какой я что тут не это или плохо искала или не нашла ну и в принципе еще со вскрытия 3 года не прошло то я решила по крайней мере с моего со вскрытия их туда задолбать где то я видела какой то ой я видела короче видос где девочка блеск для губ прозрачный смешала с тенями или как то так сделала себе блеск для губ непрозрачный я решила смешать с вазелином и немножко кокосового масла добавить искала я пиалочку но в общем как то я их не нашла эти пиалочки и тут всего ничего оказалось этих теней придется потом стул смывать вообще тенями я обычно рисую у меня где то валяются руби розовские наверно еще мамины такие красивые сейчас будет попытка вскрыть эту штуку ничем не утих его тут выговорить ничем не утих его тут выговорить да я вообще наверное чуть-чуть пчелиного воска ну в другой раз пчелиного воска его надо искать не то чтобы у меня его нет у меня он есть но чтоб его достать надо много чего достать вытащить еще одна вторая пустая баночка еще одна вторая пустая баночка потом и кисточкой возлюгать для чего нужны палочки от роллов плюс и и и оп и Продолжение следует... 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 если время то останется точнее еще только до полу Насколько мне известно Анастетворецкая вроде делала какие-то там бальзамы себе цветочек, ну цветные в смысле, слушайте много вышло даже, влезет Был Макс Фактор с тенями, станет Макс Фактор с этим самым Блин, все мимо Макс Фактор у себя практически Мне надо было вторую банку достать Ну лишнее потом стиру чем-нибудь Лапок поставим Здесь у меня есть баночка? Ммм, есть баночка Баночка есть Ммм, есть баночка Ммм, есть баночка Ммм, есть баночка Фактор с hela Фактор сидит Фактор с обяности Фактор되ется Большую часть тут придется вымывать. Где? Плажечка. Может и правда забить. Баночка-то основная вышла. Не запустила? Ну и ладно. Значит вымываю. Хватит и того, что есть. Вот. Я все же достала этот пакет. Нашла там воск. Точнее как не нашла, достала кусочек. Ой, он ломается. Если кто-нибудь у меня на канале видел такой на телефон снятый видос в деревне, куда, наверное, уже полтора назад. Прошлой весной. Там как раз вот я снимала этих пчел, точнее уже, ну, слетел у нас там рой, я так понимаю. И, видать, они привелись на столб от огородки забора, от забора, короче, от заборового огорода. Вот там были такие кусочки, такой маленький такой. Я думаю его сейчас заюзать. Зашла ко мне тетя, увидела этот вот свесь. Ужас. И сказала, делать тебе нечего. Ну, наверное, так и есть. Сейчас мы узнаем, сколько тут грамм. Вообще, что-нибудь есть? Два грамма. Ну, я думаю, двух грамм хватит. Я все записываю, хотя у меня сейчас уже так записаны. Ну, не про все и не все параллельно видосу на бумажке. Что даже я, наверное, уже не пойму, что о чем. Особенно, если потом пройдет какое-то время. Разрядился у меня фотоаппарат. Я его, черти, сколько времени не заряжала. И посему уже писала я от руки. Потому что, по-моему, оно сдохло в момент, когда я в микроволновку поставила воск топить. В общем, тут у меня руководство по применению. Взяла я два грамма воска. Ну, чайную ложку кокосового масла. Все вместе в микроволновку. Потом одну четвертую ложки глицерина. Вообще-то все надо делать быстро, потому что воск имеет свойство застывать. Получайной ложки облепихового масла. Тридцать капель красителя красного пищевого. И три капли эфирного масла розы. Ну, перемешала, соответственно, вот что у меня вышло. Правда, оно опустилось на дно. Но это первый раз эксперимент я такой ставлю. Уж какой получился. Это тут у меня блески эти. Тот, который с теньками. Это последний. Вот этот вот сок алоя. В холодильник досталось. Сейчас вот у меня этот крем загустел для ног, который я делала с медом и соком алои и кокосовым маслом. И вот я только что из формочки вытащила этот дезик. Вообще, я его в пищевую пленку зафигачиваю обычно и храню в холодильнике на дверце. Сейчас, в принципе, холодно и может он и так в комнате может жить. Но это ладно, будущее, но лучше, наверное, все-таки в холодильнике на дверце, если это вдруг решите такой дезик сделать. Кстати, очень хороший. Мне нравится. Давно хотела сделать. Вот тут. Сваргань. В общем, если вы это оселили, то будет вам счастье. Ну и пока.